Во время фотосессии, вот, все равно какой-то элемент стеснения был наверняка, да? Мы знакомы, люди окружают. На первой был вообще очень сильно. Как вам приходилось справляться с тем? На первой был очень сильный момент стеснения, и я, честно говоря, вообще думаю, боже, зачем мы сюда пришли, я не хочу этого делать. Но там настолько была профессиональная команда, в самой первой фотосессии. Они сказали, слушай, малышка, что мы там не видели, тут таких, как ты, ходила. И я так думаю, ого, ну действительно, они даже не обращали на меня внимания. То есть я для них была как, как этот, ну вот манекен, ничего живого. Вот. И в хорошем смысле слова, то есть они не акцентировали внимание на том, что меня могло смутить. Поэтому я работала просто, и в какой-то момент я представила, что я одна сама с собой, и просто кручусь перед зеркалом. Вроде получилось довольно-таки неплохо. А на второй же фотосессии я просто уже был какой-то опыт, и, во-вторых, ну, с юмором относилась, потому что съемки были... Съемки вообще происходили за городом, на заброшенном заводе или чем-то. Короче, такой трэш. Бегали бездомные собаки мимо меня, а я в береге на байке, понимаете? Какие-то там строители, там, в километре, там, в 500 метрах от меня, там, что-то бурлят, там, с биноклями. То есть, грубо говоря, настолько дискомфортная была обстановка для съемок. Я просто отнеслась к этому с юмором и, ну, поставила условия, как всегда, что лишнего мы не показываем. Поэтому я представила, что я на пляже, вот, и я в купальнике. Да, в принципе, оно так и есть, господи. Ну, в принципе, просто другого цвета. Так, Валерий сказал, это когда будет фан-зустрич в Киеве? Там закрилася та штучка. Когда будет фан-зустрич в Киеве? Да, у нас давно не было фан-зустричей в Киеве. Была фан-зустрич рівно рік назад. Навіть больше. Треба с этим что-то убить. Я думаю, что читайте информацию на моих соцмережах. По-перше, заходьте в группу ВКонтакте, EricaOS, там вы можете найти информацию, власне, стосовно фан-зустричей. Ну, и я думаю, в своих соцмережах теж буду вивішувати цю информацию. Это Эрика, три нижних прочерка, UA через Кей Эрика. Это Инстаграм и Твиттер. Кстати, вот были вопросы тоже от читателей. Общаешься ли ты непосредственно сама с кем-то в Твитях, хотя бы во время отлиния, или все это делать администраторы группы? В Инстаграме и Твиттере я веду лично. В Фейсбук, признаюсь, ведет мой пиар-директор, потому что я там более официальная информация. Я просто не понимаю этого сайта, мне там очень тяжело понять. Он для меня сложный в пользовании, ну, я признаюсь. Я дитя 20 века, поэтому я не все понимаю. А то картинки повыставлять, а то в Инстаграм. Вот это да, мне нравится. Ну, как бы, да, Инстаграм, Твиттер веду сама, а ВКонтакте группу захожу, здороваюсь. Вот, страницу ВКонтакте и страницу на Фейсбуке ведут мои администраторы. Так, Евгения Амбуряк опять напишет. Здравствуйте, Олега, скажи, что тебе труднее всего делать в твоей профессии? Чего ты не любишь делать, так сказать? Ведь есть две стороны. Две стороны медали, так сказать. Спасибо большое. Две стороны медали. Чего не люблю, честно признаюсь, не люблю ходить на публичные всякие тусовки. Да даже не на любые тусовки. Я зануда в этом плане. Я, как бы, люблю даже, ну, пускай закрыты, да, какие-то вечеринки, более-менее я сюда могу пойти, потому что я знаю, что встречу друзей, как бы, там. Но когда вот эта пафосная гламурщина, которая обязывает каждый раз, там, извините, с пером в задницу туда все ходят, ну, с голубя на голове. И вот каждый думает, боже, что бы еще напялить, какое перо куда себе засунуть, чтобы уже меня, обо мне написали. И я думаю, как мне это уже надо, я не люблю это. Хотя меня за это очень ругают, и я понимаю, что я не права. Но я предпочитаю провести вечер в ресторанчике с друзьями или с книжкой в зубах дома под одеялом, нежели три часа выбирать, что одеть, как я это делаю всегда, как и все девочки, да. Потом три часа краситься, делать прическу, потом еще добираться на это место, из-за того, чтобы сказать всем привет, улыбнуться. Нет, вот этого я не делаю. Я, кстати, вот как раз этого не делаю. И улыбнуться и уехать домой. Ну, как бы, не знаю. Люблю концерты, люблю ездить, люблю приключения, люблю общаться с новыми людьми, люблю даже, в конце концов, съемки, фотосессии, видеосъемки. Но вот эти вот гламурные тусовки, я не то чтобы антигламурная, я все равно, да, часть этого, я не открещиваюсь от этого. Но это в нашей стране, это все очень смехотворно выглядит. Я понимаю, ладно еще Россия, когда действительно там страна самая огромная в мире, и ты знаешь, почему ты туда идешь. А здесь все перемалывают друг друга, нас-то по сути тех артистов там раз-два и обчелся. И мы перемалываем события друг друга. А вот, тот там что-то сделал, тот еще, все одно и то же. Поэтому, не знаю, вот как-то так. Понятно, позиция понятна. Я, да, я отношусь к тому числу артистов, вот я не знаю, я читала, вроде Тина Канделаки, да, тут еще вот такие более домашние люди. Вот я такая. Я как бы вообще даже на концертах, всегда сотни предложений после концертов поехать потусить, пообщаться, там, я не знаю, там. Просто зрители предложили? И зрители, и люди, которые приглашают, и всегда какие-то мэры городов. Ну, представляете, да, то есть как бы люди хотят поближе, просто вообще, что же там. У нас четкая позиция всегда, честно говорю, мы после концерта в гостиницу спать. То есть меня, я не успел, я ускальзываю, как песок сквозь пальцы, нет меня. Я не хочу, не люблю, и вот. Я лучше быть более недоступной, чем сидеть и выслушивать проблемы чьи-то там, знаете, там, на бытовом уровне. И эгоист, наверное, да. Ну, вот так, как-то так. Ну, это личное дело каждого. Да. А Милана интересуется, как ты представляешь мужчину своей мечты? Это мужчина, который питается утренней росой, который носит розовые чулки, и, я не знаю, там, изо рта у него вылетают бабочки. Господи, да нет. Хватит создавать какие-то мифические образы. Я вообще никогда не была девочкой, которая в детстве мечтала выйти замуж. У меня даже Кена в коллекции не было почему-то, это подозрительно, но его не было. Я в секс-жиз мечтала петь, а все остальное уходило на второй план. Поэтому я не знаю, каких-то идеалов у меня нет. Мужчина моей мечты – это... Ну, черты характера, наверное, какие-то должны быть. Просто человек, который мне подходит, вот и все, на этом этапе или на всю жизнь он подходит. Как уже Бог даст. В первую очередь, мне самый главный фактор, чтобы он был с чувством юмора. Вот, чтобы относился ко всему с чувством юмора, умеет смеяться на жизнь над собой и был достаточно прост. Поменьше понтов, побольше человечности. Чтобы любил меня, ценил, носил на руках, наверное. Ну, в принципе, я не жалуюсь, у меня все отлично, поэтому... Все доброе. Да, как бы... Поэтому я вообще не требую идеалов. Не будет никогда идеально. Всегда надо с чем-то где-то мириться. И, в конце концов, я идеальная. Вы вообще знаете меня. Если вы меня знаете, вы вообще представляете, как со мной сложно. Я абсолютно не подарок. Я выношу мозг постоянно. Если мне что-то не нравится, я просто... Выедай мозги. Пока я же... У меня такой характер. Я сложная. Поэтому требовать идеала рядом с собой, ну, это было бы нечестно, как минимум. Далее вопрос от Анжелики. Хочу спросить, не планируешь ли участие в каком-нибудь национальном проекте? Или вообще, возможно, есть какое-то планирующее участие в каком-то телепроекте? Нет. Я устала от этого. Честно говоря, не хочу. Я не знаю, как там сложится, но лично я сгорю свое мнение, я не хочу. Я устала. У меня этого было так много в этой жизни. Это сильные стрессы. Я просто не собираюсь висеть под куполом цирка. Помните такой проект? Не собираюсь кататься на льду. Ну, хореография, это еще менее травматичная. Ну, не знаю. Пока. Посидеть в жюри какого-то конкурса, да. Но, возможно, я еще не слишком для этого выросла. Потому что я еще юная, поэтому меня не берут в жюри какого-то конкурса. Я еще не 10 лет на сцене. Ну, вот сесть где-то по кого-то пообсуждать, покомментировать. Постройте себя умную, да. Вот это, конечно, мое. Сейчас вот это идти на подвиги. Я не готова. Последний герой не ваш? Нет, нет. Кстати, мне предлагали там участвовать, я отказалась. Я сказала, ребята, как я потом с хромой ногой или с рукой буду бегать на концертах танцевать? Вы думаете, выступление на концертах это не спорт? Это не экстрим? Да, ты за час времени пока поешь и танцуешь с балетом, я теряю 2 килограмма после каждого выступления. Поэтому, поверьте, мне надо быть в форме, а все проекты, которые физически имеют в себе какую-то несут угрозу, это мне не нужно. Я боюсь, не хочу. Я вообще не прыгаю с парашютом и не езжу на мотоцикле. Я предпочитаю бить татуировки, например. Это мой личный экстрим. Кстати, вот следующий вопрос, не поверьте. Какая я предсказуемая? А насколько знаю, у тебя две татуировки, не хочешь еще одну? Говорят, если ты хочешь закрашивать тело, потом не остановишься. Хочу-хочу-хочуха, и я не остановлюсь. Я буду все черно-синее. Такая бабушка синяя. Такая, тут внучок, у меня была птичка. А тут, знаете как, интересно она, наверное, на зрелых людях смотрит. Нет, я могу сказать, что вы как прям знаете, я вот буквально на днях иду делать себе следующее тату. Следите за мной в моем инстаграм. Эрика, ты нижний противенька, ЮАИ. У вас там мастер хороший какой-то, да? Мой мастер Андрюха Сид, который бьет меня. Ну как, не так уж я, я не вся синяя, чтобы говорить, так бьет. Но я хочу так думать, что я все-таки отношусь к этой части людей, которые с татухами. Мне нравятся они. Да, мой мастер, который уже сделал мне две татуировки, и будет третье. И после конференции у вас не надо? Обалденный, честно. Он художник. Он художник, и он у вас... Он вот... Я прихожу всегда с одной идеей, а у меня вот... Все-таки более в художественную какую-то направление. И действительно, он всегда прав. Все равно это означает, да? Конечно. Да, да. Это мои талисманы, мои обереги. Вот. Ну очень, очень мне это нравится. Это украшает тело, как минимум. И я свободна. Это всего лишь тело. Люди, это когда-нибудь все будет в земле гнить. Понимаете? Все равно мы не заберем это с собой. Вот что интересно. Как бы... Это всего лишь тело. Это душа потом реинкарнируется, пройдет по системе очистки и опять вернется на землю в другом теле. Поэтому о чем речь? Почему боятся татуировок? А обжираться? Вы не боитесь, если потом ходить вот такими? Как некоторые сидят. Вот. Вот что страшно. Спортом заниматься надо. Любить себя и бить татуировки. Шучу. По желанию. А мы вам интересуются, во сколько лет тобой нужно ходить ребенка? Я... Я вам скажу, у меня сейчас самый прекрасный период для рождения ребенка. Я сейчас очень детородная функция, у меня хорошо развита. Мой плановый врач, к которому я хожу, он сказал, что вот, вот сейчас, вот именно сейчас мы будем рожать. Я говорю, я очень рада. Ну, вы знаете, то есть вообще врачи, как бы, да, когда ты делаешь там раз в полгода, ты там делаешь гормональный фон, обследуешь, они вот могут определить самый лучший период. Да, вот, до 25 лет считается самый, вот, хороший период для того, чтобы родить здорового ребеночка в нашей экологии, в нашей там, в нашем ритме жизни. Но я, к сожалению, не могу себе это удовольствие пока позволить. Поверьте, ни финансово, ни морально, ни, как бы, по времени. Ребенок – это самая большая ответственность, которая есть, наверное, на этом белом свете. И, честно признаюсь, мои какие-то материнские инстинкты, они действительно просыпаются. Мне иногда снится, что я беременна, мне снятся детки, мне снится, что у меня вообще есть параллельная жизнь, мне снится, что у меня есть девочка, дочка или сын. У меня, честно говоря, я понимаю, что организм уже требует, но я ничего не могу позволить себе пока, этого не могу позволить. Это маленькая, вот, комочек, он требует любви, заботы, времени, затрат, и, как бы, я пока не готова. Я думаю, не раньше 30-ти, но очень хочется, честно, хочется детей. Видя, как они тебе искренне улыбаются, ты понимаешь, что ты на этой земле точно не один, как бы, когда ты рожаешь себе ребенка. А я буду рожать себе ребенка, эгоистично. Поэтому хочу, но пока, пока как-то не сладко. До 30-ти, наверное, буду ходить. Вот одна. А там как знать? А там как знать? Может, и раньше. Кто знать-то? Кстати, насчет татуировки я пошутила, не надо делать татуировки всем. У меня потом совесть заест. Дети, не делайте татуировки раньше 18 лет. А то потом родители на меня разозлят. Не делайте. Я на первую татуировку сделала в 22,5 года. Поэтому это так, шутка была. Да, должно быть созреет. Вы должны созреете. Ни в коем случае не делайте это, потому что это тенденция моды. Нет. Подумайте. Лучше напишите мне, я вам отвечу. Давайте последний вопрос. Вы выбирайте, кто же там у нас получит подарки. Виноградинка интересуется. Где можно в Киеве увидеть Эрику? Где отдыхать? Где заниматься спортом? Делаешь ли ты по утрам зарядку? Не делаю зарядку. Я лодер по утрам. По утрам меня хватает только на то, чтобы собраться. И все. И я еще по дороге, когда куда-то еду на работу, я еще сплю. Я еще не просыпаюсь даже мыслями. Зарядку не делаю. Увидеть меня можно, как и каждого человека, везде. В транспорте, ну как бы я машиной всегда езжу. Не знаю, там из окна машины меня можно увидеть. Но в метро не ездите? Нет, нет. Я уже в метро не спускалась года четыре, наверное. А если вдруг пробка, надо срочно дойти? Нет, ни разу не было такого. Я лучше пробки хостаю. Я боюсь. Но как-то кто? Миллионер или олигарх, короче, местный? На метро добирался на знак. Нет, на самом деле я же не Витни и Хьюстон, царство небесное. Я не легенда, которую там разорвут на сувениры. Я не Мрай Керри, там, не знаю, кто. Я просто, вот, я. Я как бы не даже, ну, половина людей, наверное, меня даже бы не узнали. Но как-то, ну, не было случая. Хотя, мне кажется, можно сделать какой-то маленький документальный фильмец Эрика «Погружение в метро». И мы там даем какие-то веселые штуки. Не знаю, можно будет попробовать. Ну, а гулять где-то в парке, допустим, пройти по Мариинскому парку, по Владимирской горке, бывает такое? Конечно. Я же говорю, я гуляю по улицам, я хожу в торговые центры, я хожу в кино, стою в очереди за попкорном, как и все. Просто в большинстве случаев реакция вот такая. Типа, смотрите, я вам покажу. И проходит мимо. Кто-то подходит, говорит, это действительно вы? Я говорю, да, о, класс, а как там? И мы начинаем говорить. Кто-то берет автограф, кто-то просто фотографируется, кто-то делает вид, что ему это не нужно и проходит мимо. Ну, и слава Богу, мне легче от этого. Я не обижаюсь, наоборот, если люди дают мне воздух, а я, честно, ей не обижаюсь. А если хотят пообщаться, пообщаюсь. Я абсолютно люблю людей, честно. Ну, по крайней мере, адекватных. Поэтому, так же, как и все, если увидите, не стесняйтесь, подходите. Поговорю, пожму руку, дам совет. Без фанатизма, конечно. Вот. С этим фанатами какие-то такие сумасшедшие есть? Были случаи какие-то с сумасшедшими фанатами, так сказать? Преследовали? Да, были. Ну, я как бы предпочитаю с ними говорить спокойно, но и так болезненная такая же, да, у них психика. Поэтому я предпочитаю как-то достучаться до сознания, до того, что осталось там с того сознания. Потому что я считаю, что это травмированные люди. Вообще нельзя на кого-то сильно особо равняться, ну, фанатично. Я считаю, это неправильно. Надо ценить себя, и нельзя быть копией чьей-то, или там сходить с ума от кого-то до такой степени. Можно любить, что человек делает, там, как-то, ну, без вот этих вот припадков. Поэтому я стараюсь, знаете, как вот психолог, сначала так спокойно, осторожно. Если уже не доходит, тогда включается охрана там, и все такое. Поэтому, ну, как бы, все зависит от случая, от человека, от обстоятельств. Спасибо за ответы. Давайте определим, может быть, кто у нас обладательство диска и опрограмм от Эрики. Людмила Прокофьевна. Да, наверное, Людмила Прокофьевна, да. Ну, интересно. И жесткий чувак про народные хиты. Хорошо. Ну, что я могу сказать вам? Все будет доброе. Живите, не расстраивайтесь по поводу того, что осень за окном. Осень – это прекрасный период для творческих мучений и творческих свершений. Любите друг друга, берегите друг друга. Улыбайтесь себе в зеркало почаще и окружающими. Все будет хорошо. Я вас честно очень сильно люблю. Ваша Эрика.